Ветеранов Великой Отечественной войны осталось уже так мало, а сделали они для нас так много. День Победы – это праздник всего российского народа, но в первую очередь это их заслуга. Заслуга танкистов, сапёров, зенитчиков, артиллеристов, лётчиков и всех-всех, кто бесстрашно сражался за эту нелёгкую победу. Спустя многие годы этот день остаётся особенным для всей страны, и очень важно, чтобы так считали ещё многие поколения. Наши ветераны – люди уникальные, они никогда ничего не просят для себя, они лишь благодарят за уделённое им внимание. Это такая малость, и это может сделать каждый. Так отдел по работе с детьми и молодёжью администрация Артёмовского городского округа совместно с казаками Станицы и Горшинская отправились по адресам, где ещё живы те, кто отвоевал для нас мир. Влад Романович, мы, представители молодёжи, в преддверии 9 мая пришли вас поздравить с праздником. Уважаемый ветеран, от всей души поздравляем вас с Днём Победы. Благодарим, что мы войны не знали, что радовал на солнце мирный свет. За счастье на земле вы жизнью рисковали. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет. Не упуская ни одного момента, представители артёмовской молодёжи выспрашивали у ветеранов об их судьбе, о войне и внимательно слушали их рассказы. Ведь с каждым годом становится всё меньше тех, кто может рассказать историческую истину от первого лица. Я служил в основном в воздушно-десантных войсках, в войсках главного командования, которые выполняли специальные задания верховного командования. А когда перешли границу, то расформировали и образовали 9-ю гвардейскую армию, которая освобождала Венгрию и Австрию. И я, не доходя Вены, был тяжело ранен. И новый День Победы встретил под Веной, в городе Медлинге. Два месяца я боролся со смертью, но я выжил. И вот, как видите, через полтора месяца мне исполняется 90 лет. Спасибо вам за всё. Спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо, что отвоевали? Да, и даже на самолёте. Воевал. На самолёте, да? На самолёте? На воздушный стрелок. А, воздушный стрелок, ну как? Штурмовой авиации. Военно-воздушный силы Чарноморского флота. Морская авиация. То есть, авиация, ну, каждое флота своя авиация. Ну, ну, да, да. Вот я и попал туда. Выучили на воздушных стрелках. Вылеты делали, да, вот над кораблями туда-сюда летали? На штурмолеты. Форма у нас была морская. Да, звание, мужские. А, летали не сомнят. Осидели на земле. Картины, которые были вручены ветеранам, также были с душой подготовлены младшим поколением, уважающим их подвиги. Их изготовили учащиеся детской художественной школы. В рамках традиционной акции «Георгиевская ленточка» такая ленточка также досталась каждому ветерану. Кроме того, им были вручены сладкие подарки и гвоздики, как символ праздника Дня Победы. Поздравляю вас от Казакова, Станица Егоржинская. Хорошо. С праздником 9 мая. Спасибо вам большое. Вам за то, что мы живем в свободной России. Спасибо. Многие ветераны, к сожалению, болеют и в силу этого уже не могут подолгу принимать гостей. Оно и понятно, ведь многим уже за 90. Но есть среди них и те, кто еще может быть не только хранителем нашей русской истории, но может и передать ее не в сухих фактов, а из личной судьбы. У меня отец был охотник хороший, обученый был. Ну, в зенитной артиллерии я в Паку обучался месяц. Потом на 2-й Украинский фронт. Войну закончился, в Саваке, Бруно. Потом в летний лагерь. Ну, конечно, досталось все. Шапки грели, вон, на голову. Бланч. Обмотки снимем, наденем, шапку погреем. Ну, все было. 3 часа ночи подъехали. Нам не дали окопаться. А ведь 3,5 тонны надо закопать, заразагантировать ее. Мы взяли бревна, наложили. Позел бы вперед. Разагантировали все и открыли огонь. Ну, а тут, смотри, руки подняли, бегут с правой стороны. А фашисты уже бегут сдаваться, да? А это наши. А наши? Наши, одеты немецкой форме. Свои, свои. А Комаров оглох. Четвертая батарея. Ну, от орудий. Он четвертым номером работал, как планет. А дульный курс идет сюда. А я наводчиком был уже. Он схватил пулемет. Я с пулемета бил Дегтярева. А это... Он не слышит. Что они свои-то кричат, да? Они кричат свои-свои. Он как открыл огонь по им. Пулемет. А тут танкист, полковник. Ухватил его, как джентль. Он ему говорит, толкать его. Он свое делает. Мы судить им, говорит, будем, гнали. Но они сопротивление давали. Это сколько мы? Часа два били. Потом они... А нет, видите, уже свои-свои зяты ночью перешли бы к нам, да все. А то доча их была. Хоть тот День Победы с каждым годом все дальше, но ветеранам его не забыть. Зашли, а у них в Эдьбе, а по сути, продмарамором, как все это. Она вот такую вот сковороду, как нажарила, по-русски, говорит, Иоанн по-русски. Ну, нормально разговаривал. Садись, садись, Гамаюров со мной еще, молодой парень. Сели за стол. Она сразу быстро яичница сварила. Сжарила. Сели, мы сидим. Смотрю, он вынимает бутылку медицинской спирты. И он опёрстки наливает. Я смотрю, что он делает. Я сижу, ну как будто неудобно, не смело. Но девка молодая вот, ну такая же в наших годах была. Но села там с матерью. Ну что, давайте, в честь Победы. Я не беру вот этот стакан-то, напёрстся. Он говорит, вы что, думаете, отравлено, что ли? Он берет пир, выпил, жена выпила. Жена толстенькая такая. Ну, нормально. Молодная женщина. Ага. И говорит, ты подай куныньте он стаканы. Он подает. Я говорю, наливай. Он налил. Большой текст, стакан. Налил. Ну, я говорю, вот сейчас, через Победу, давай наливай. Вот тебе налил. Я хлоп. Я сразу медицинскую понюхал. Хлоп. Выпил. Он говорит, слушай. Сколько тебе лет? Я говорю, вот. Если я, говорит, выпил, я, говорит, умер сразу. Несмотря на свой почтенный возраст, некоторых ветеранов жизнь и по сей день заставляет трудиться. Так, 92-летнего, одинокого ветерана представители молодёжи застали прямо за работой. Кроме множества прочих, этот ветеран имеет три награды за отвагу. И в свои года, несмотря ни на что, он не унывает и отлично помнит свои военные годы. Всю дорогу в пехоте я воевал. В пехоте. Так всю войну и песком провязали? Да. По-процентски, по-процентски пропахали. И, наконец, последний бой. Последний бой трудный самый. А я в Россию хочу. Я так давно не видел маму. Наши ветераны уникальны ещё и тем, что, несмотря на то, что они сделали для своей страны, для её будущего, для своих потомков, они не считают свои подвиги чем-то особенным. Они стесняются рассказывать о том, как порою, рискуя собственной жизнью, они вырывали эту великую победу из лап врага. Они не хвастают. Они считают это своим выполненным долгом. Ветераны искренне радуются и смущаются словно дети, когда их благодарят за то, что они сломали бездушную фашистскую машину, подарив нам мир и свободу. А просьба у них только одна. А вам сейчас только надо бороться, расти, работать.